На базе школы номер 6 состоялась встреча с представителями Всероссийской цифровой образовательной платформы Дневник.ру. Прошлого года воспитанники и педагоги образовательного учреждения полностью перешли на электронные журналы ЕМИКИ. В школу приехали представители и хотят отблагодарить, естественно, за хорошую работу, так как в республике всего 6 школ было переведенных на безбумажный вариант, и среди них с города Каспийска было 4 школы. На сегодняшний день в полной мере ведут электронные журналы только 2 школы. СОЖ номер 6 имени Амарова и Каспийская гимназия. По словам заместителя директора по информации СОЖ номер 6 города Каспийска Салихат Алиевы, в новых цифровых технологиях быстрее узнавать информацию о образовании детей. Безбумажный вариант – это не только учителя переходят на безбумажный, но и дети. У них электронные дневники, у каждого ребенка и у родителей есть логин и пароль, которые заходят в свой личный кабинет, и там высвечивается и оценка, домашнее задание, тема урока, и наперед все могут узнать, какие темы урока будут в дальнейшем изучаться. А так реально качество образования меняется, когда родитель реагирует на оценку своего ребенка. В ходе встречи заместитель директора по развитию компании «Дневник.ру» в СКФО Владислав Понисеев провел лекцию в форме «Вопрос-ответ». Кроме того, он также рассказал подробнее о федеральных системах образования. Есть две большие федеральные системы. Это моя школа, и ЕПГУ – мое образование. Это некие такие витрины для взаимодействия учителей, учеников и родителей со школами и с теми данными, которые есть в школах. Соответственно, это не система для внесения данных. То есть туда внести данные, любые оценки, больше не получится. Они только их получают автоматически. Стоит подчеркнуть, что 2 ноября на базе Управления образования города Махачкалы также пройдет встреча представителей Всероссийской цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» с учителями других образовательных учреждений.